здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий достаточно непростой вопрос хоть и не сильно библейский постоянно боюсь предательств как быть ваш портал не был бы библейским если бы в библии не было ответа на вопрос не надейтесь на князя на сына человеческое в них же есть спасение говорит пророк давид в салме 145 которым вы слышите на каждом богослужении в 117 салме он говорит лучше уповать на господа нежели надеяться на человека лучше уповать на господа нежели уповать на князей вот в принципе и ответ легкое недоверие должно быть ко всем помните что то что знает один знает только один то что знают двое знает весь мир и слаб человек всяк человек ложь я тоже говорил мой духовник каждый из нас как бы не клялся верности как бы не клялся сохранение тайны в соблюдении обязательств в какой-то момент может плюнуть на все это не сказать ну потенциально выгода от раскрытия тайны от разрушения договоров может принести мне неплохую выгоду ну то что человек расстроится жизнь его сокрушится ну что поделать ну зато мне будет хорошо так поступают предатели компаньоны так поступают предатели мужья или жены так поступают твои одноклассники или однокурсники каждый кто хочет или тебя из зависти задавить испепелить чтобы ты высоко упал и разбился я тебе говорил ну да 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 вот мы все это знали мы предвидели мы предупреждали сам про себя вот хорошо уж хорошо что как или кто-то из этого какую психологическую или материальную выгоду захочет получить очень грустно когда твой муж или жена становится человеком которым нельзя доверять к сожалению так тоже бывает но я вас всех призываю пока отношения хороши доверительные пока то вторая половинка твой лучший друг пусть таки остается нет ничего хуже безумной ревности может быть вычитали шекспира его зимнюю сказку который действительно сказка но очень грустно трагическое очень ярко показаны плоды безумной ревности бессмысленной и беспощадной да сам этот главный герой потом поймет чему перевела его ревность но будет поздно не буду спойлерить прочитаете или хотя бы сходить посмотрите одноименный балет в каком-нибудь театре или хотя бы на ваших гаджетах поэтому разумное недоверие должно быть ко всем но чтобы это не превратилось в паранойю потому что можно реально сойти с ума исходят и не знают как жить потому что недоверие абсолютно недоверие никому ревность малейшему предлогу и без него превращает твою жизнь в ад наверно никакая другая страсть и порог не превращает твой земной жизни филиал преисподний здесь ты уже томишься ты не спишь не ешь ты изматываешь супруга или супругу вопросами ты передаешь любовь потому что это очень огорчает когда действительно в чем не виноватый супруг слышит слова ревности получает мне не доверяешь ведь брак построен он строится на доверие если доверие нету в браке не доверия начинает рушиться даже если ревнуете хотя бы этого не показывать в финансовых отношениях ну после первого миллиона как правило они начинают уже шататься поэтому плох тот предприниматель который думает что его компаньоны его друзья и сотрудники подчиненные будут хранить тайны будут работать безукоризненно качественно и минуту жизни трудную поступят по совести по евангелию все может быть надо просто не думать об этом как вы пишете постоянно боюсь предательства а понимать что не могут быть то сейчас нету успокойся нету слава богу продумай все шаги наперед все в каждом пункте подумай где тебя могут предать если могут надо это обстоятельство огородить каким-нибудь заборчиком соломочку подстелить подстраховаться все можно предусмотреть ну почти все во всяком случае многие люди так и делают и пусть она никогда не пригодится пусть ты просто там лишние деньги потратишь лишнее время на то уйдет но во всяком случае ты перестрахован так что одессе одна ситуация в семье другая ситуация бизнесе другая отношение другая ситуация отношения с друзьями как бы не были хороши друзья в какой-нибудь милой теплой дружественной беседе особенно после 100 грамм чего-нибудь они разболтают все что вы им доверили потому что забыли о том что это информация предназначалась только для них ну просто забыли по глупости по некоторой легкой безответственности попробуй там запомни что тебе говорили так это только для тебя это только для тебя и жены это никому не говори никогда хочешь чтобы информация не распространялась нигде не делись с ней я уже молчу о том что есть духовный закон когда-то о чем-то говоришь забываешь поблагодарить господа бог об этом или попросить божьей помощи то придет дьявол и все разрушит едешь куда-нибудь не говори поеду завтра туда-то туда-то сделал то-то и тот если богу будет угодно и живы будем займемся тем-то и тем-то поедем туда-то и туда-то все хорошо тебе все жизни скажи слава тебе господи да что у меня вот все сложилось не забывайте благодарить бога не сглазил вас никто не порчу навел и венец безбрачий на вас посадил сам ты суме неправильными выражениями на себя навлек какие-то неприятности следите за словами будьте бдительны бдительность бдительность поговорим классик но не доводите предосторожности до полезной паранойи не выкарабкайтесь никогда знаю таких людей которые не доверяя единицам перестали верить кому-либо то ни было собственным детям внукам мужьям женам священникам вы все врете вы все врете вы хотите поживиться и к старости все усугубляется даже собственно дочь которая приходит ухаживать за мамой слышит грустные слова не обократь хотя обокрасть хотите у меня зла желаете такая такая деменция встречались многие но если вы позволите себе параноидальное недоверие в юности то в старости вас ждет такой грустный финал на господа бога уповайте но и сами не плашайте на бога надейтесь сами берегитесь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео